Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы, учитель Перри Стоун. А знаете ли вы, что в эфире программа Маннафест? Мы находимся в Израиле с партнерами нашего служения. Это часть вторая. Я редко делаю серию в двух частях, но здесь я был вынужден это сделать. Итак, где мы? Мы в Тель-Дане. За моей спиной самые древние врата в мире. Они были построены еще во времена Авраама. И скоро мы отправимся в одно из моих самых любимых мест, в крепость Немрода. Ее построил не Немрод, ее просто так называют. Мы говорили о том, почему я больше склонен верить в то, что Господь придет за нами до скорби. При этом я ни с кем не спорю и никого не пытаюсь переубедить. Я с уважением отношусь к убеждениям каждого человека. Когда я объясняю, во что я верю, я даю вам возможность самим определить, во что будете верить вы. Господь придет за нами до скорби, в середине скорби или после скорби. Это не относится к нашему спасению. Спасение от этого не зависит, поэтому нам не стоит ссориться. Мы можем только рассуждать на эту тему. Однако я получаю письма от людей, которые называют меня еретиком. «Не думаю, что в небесах Иисус упрекнет меня за то, что я призывал людей покаяться и ходить перед Ним, потому что Иисус грядет. Разве Он упрекнет меня за это? Пэрри, как ты мог учить этому людей? Он не упрекнет меня за то, что я говорил людям о том, что Он грядет». Итак, Матфея, 24 глава, 31 стих, является основным стихом, на который опираются сторонники теории прихода Иисуса за своей невестой уже после скорби. Они всегда приводят это место. «И пошлет ангела в своей струбую громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес до края их». Приверженцы теории прихода Господа за церковью после скорби считают, что под словом «избранным» нужно понимать церковь. Я помню, в эфире одного из христианских каналов мы дискутировали с одним прекрасным мужем Божьим. Он строил свои доводы на этом месте Писания. Я поделился с ним разными значениями слова «избранное». Но прежде чем я поделюсь этим с вами, я хочу показать вам кое-что очень интересное. Если мы говорим, что Иисус вернется после скорби, что он вернется на землю, и станут ноги его на горе Елеонской, и он пошлет ангелов своих собрать к нему в Иерусалим, всех христиан, переживших скорбь, то возникает проблема, о которой не подумали многие приверженцы этой теории. Они не просто верят в то, что Иисус придет на землю после скорби, но что святые должны воскреснуть из мертвых. Это правильно. Мы, оставшиеся в живых, поднимемся в сретение Господу в воздухе. То есть, по сути, мертвые воскреснут, мы встретим его в облаке и сразу повернем назад, вернемся с ним на землю. Возникает вопрос, если мы, избранные, собранные из четырех ветров, а он вернулся на землю и выслал своих ангелов, то как тогда возможно, что мы встретим его в воздухе? Что-то вы медленно реагируете. Если мы встретим его в воздухе, то мы уже воскресли. И встреча с ним уже произошла. Они утверждают, что когда мы еще на земле, он придет на землю и соберет избранное. Получается, мы на земле, мы вдруг изменились, и воскресшие и мертвые будут стоять рядом. Но что тогда делать со словами Павла? Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, «Встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». То, во что они верят, противоречит тому, что мы должны подняться и встретиться с Ним. Иисус сказал в доме Отца Моего обители «Много, а если бы не так, я сказал бы вам, «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были там, где я». Мы должны отправиться в небеса. Как мы говорили в прошлой программе, сначала мы воспарим в небеса, там будет брачный пир и бима, я дам вам несколько мест писания. Понятно, что здесь у вас нет с собой Библии, вы не в церкви, и поэтому я прочитаю вам Исайя, 27 глава, 13 стих. «И будет в тот день, воскрубит великая труба, шафар, и придут затерявшиеся в Исирийской земле и изгнанные в землю египетскую, и поклонятся Господу на горе Святой в Иерусалиме». Посмотрим теперь 10 главу Исаии, 20 и 21 стихи. «И будет в тот день, остаток Израиля, испавшиеся из дома Иакова, не будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложат упование на Господа Святого Израиля, чистосердечно. Остаток обратится. Остаток Иакова к Богу сильным. Ибо хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующую правду. Ибо определенное истребление совершит Господь. Наступит конец великой скорби. «Господь Саваоф во всей земле». Когда говорится, что Он соберет избранных с четырех ветров, то вот на какие стихи мы должны опираться. Речь идет об остатке еврейского народа на севере, западе, юге и востоке всей земли. И Бог возвращает их в Израиль, чтобы они встретили Его, Своего Мессию. Вот о чем идет речь. Да, это того стоит. Это действительно стоит аплодисментов. Можете похлопать. Итак, кто же такие избранные? Я прочту вам этот стих еще раз. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их». Те, кто верит в Вознесение после скорби, считают, что избранные — это церковь. Но я хочу показать вам места Писания, где также говорится об избранных. Избранные может быть пророком. Есть места, где пророк назван избранным. В Исаии 45 главе Израиль назван избранным Божиим. В первом послании Тимофею 5 главе 21 стихе ангелы названы избранными Божиими. Правда, интересно? Даже ангелы названы избранными. Тит, первая глава, избранными могут быть верующие. Свое второе послание Иоанн адресовал избранной женщине, то есть в Новом Завете избранным назван человек. Первая Петра, вторая глава, избранным назван Мессия. Я говорю вам это, чтобы показать различные значения слова «избранный». Итак, избранным может быть Мессия, пророк, ангел, Израиль, может быть отдельный верующий или церковь. Поэтому важно определить контекст стиха и кому он был адресован, для того, чтобы определить, кто такие избранные в данном месте Писания. Поэтому мы не можем утверждать, что избранные, собранные из четырех ветров, в конце скорби — это церковь. Когда Иисус говорил об этом, церкви даже еще и не было. Понимаете? Церкви еще не было. Иисус обращался к иудеям. Они понимали пророчества. Я только прочел вам два из них. Из них видно, что остальные — это остаток. «Когда закончатся истребления, Господь вернет их в Израиль, где Он утвердит свое царство и откуда будет править». Поэтому с точки зрения герминевтики мы не можем использовать 24 главу Матфея, чтобы доказать, что церковь будет вознесена после скорби. Это не соответствует Писанию. Приверженцы этой теории считают, и я их ни в коем случае не высмеиваю, что должно быть воскресение мертвых, должно быть изменение в тех из нас, кто еще жив, тленное станет нетленным. Первое послание Коринфянам, 15 глава, и также первое послание Фессалоникицам, 4 глава. Получается, мы встретимся в воздухе с Иисусом и сразу вернемся? Но вот что говорит об этом Писание и Пророке. Посмотрим Откровение, 19 главу, 14 стих. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых». Кто это воинство? Послушайте, ангелы не ездят на конях. Мы нигде не видим в Писании ангела на коне. Даниил увидел Гавриила не на коне. Михаил и Гавриил не являлись людям на конях. Они не нуждаются в транспорте. Они способны перенестись в пространстве. «Но Иисус будет на белом коне». И также святые на конях белых. Откуда мы это знаем? Откуда мы знаем, что святые вернутся с ним? С небес на землю. В 14 стихе послание Иубе сказано, «Сидет Господь со тьмами святых своих, сотворить суд над всеми». Он вернется со своими святыми. А если он вернется с нами, то где мы будем в это время? На небесах, а не на земле. Захария 14.5. Это ветхозаветный пророк. И вот что он говорит. «И придет Господь, Бог мой, и все святые с ним». Молодец, проповедник, продолжай в том же духе. Замечательно. А потом соберем пожертвование. Нет, я шучу, конечно же. Друзья, по-моему, здесь все понятно. Когда Мессия, наш Господь, вернется, мы вернемся с ним. Сначала он вернется, чтобы забрать нас к себе, но во втором пришествии он уже вернется вместе с нами. Зачастую люди пытаются истолковать Писание однобоко. Они берут какой-то стих и истолковывают его на основании своей теории. Они строят свое мнение вокруг этой теории. Вместо того, чтобы налагать заповедь на заповедь, правило на правило. Тут немного и там немного. Невозможно просто брать один стих из контекста и пытаться его истолковать. Любая доктрина должна строиться по принципу заповедь на заповедь, правило на правило. Тут немного и там немного. Невозможно строить свое богословие, а поверьте, я учусь всю жизнь, у меня 25 тысяч богословских книг. Я не говорю, что я их все прочитал, но уверяю вас, что в истолковании Библии даже Петр сказал, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому собою. Нужно сопоставлять разные места Писания. Не знаю, зачем я это говорю. Наверное, это кому-то важно услышать. Я хочу поделиться с вами тем, что Дух Святой положил мне на сердце. Как я уже упомянул, среди членов нашего совета есть один человек. Я не стану называть его имени. Наверняка он будет смотреть эту программу. Мы часто с ним дискутируем на эту тему. У нас с ним разные взгляды. Когда я показал ему свои доводы, он сказал, что это лучшие доводы относительно того, что Господь заберет свою церковь до скорби, какие он когда-либо слышал. Я изучал семь еврейских праздников, три из них весной, один летом и три праздника осенью. Песох, праздник опресноков, праздник первых плодов. Затем небольшой временной интервал, а потом в начале лета Пятидесятница. Через четыре месяца после этого начинается седьмой месяц по еврейскому календарю, на который выпадает три осенних праздника. По порядку. Это праздник труб, затем через десять дней, день искупления, и через пять дней праздник кущий. Я хочу ясно заявить всем, кто здесь и кто нас смотрит сейчас, нельзя нарушать очередность этих праздников, потому что они являются пророческим отображением того, что будет происходить в будущем. К примеру, невозможно сначала иметь Пятидесятницу, а потом через четыре месяца Песох, потому что Пятидесятница — это день, когда сошел Дух Святой, а праздник Пасхи — это искупление. Поэтому невозможно исполниться Духом Святым, а потом уже получить спасение. Мы сначала спасаемся, а потом исполняемся Духом. Мы каемся и крестимся. И только потом принимаем дар Святого Духа. Я надеюсь, вы понимаете. Важно также понять, что День Искупления не может быть сперед праздником Труб. Бог говорит, празднуйте каждый год эти праздники в первый месяц. Этот праздник в четвертый месяц и три праздника в седьмой. Невозможно их переставить по порядку, потому что это нарушит Божий ход пророчества. Бог установил для всего свой порядок. Он поставил Солнце, Луну и звезды. Солнце определяет дни, Луна — месяцы, а звезды в древние времена определяли годовой цикл. У вас есть тело, душа и дух. Для того, чтобы войти в скинию или в храм, вы сначала проходите внешний двор, потом святое, и только потом святое святых. Невозможно переставить порядок. Невозможно сразу же запрыгнуть в святое святых храм. Ты проходишь определенный процесс. Это процесс. Должен быть своего рода процесс. О чем я хочу сказать? Что говорят нам о будущем три осенних еврейских праздника? Если верить теории о том, что Иисус вернется за своей церковью в конце скорби, то порядок трех еврейских осенних праздников будет нарушен. Иисус умер на Пасху. Он был в могиле на праздник опресных. Во время праздника первых плодов его ученики видят его живым. На праздник Пятидесятницы рождается церковь. Остальные три праздника говорят о будущем. День искупления частично исполняется через страдания Иисуса. Но это еще не вся суть этого праздника. Праздник Труб — единственный праздник, о котором сказано всего в двух стихах. Звучит призыв трубить в трубы, никакой работы не делать. И все. Это один из праздников, который является тайной для нас. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся вдруг, в мгновение ока, при последней трубе. Праздник Труб указывает на Вознесение Церкви. Я могу вам это доказать. Во времена Христа и до этого, до того, как появились календари, праздники выпадали на определенные месяцы. Но определить начало месяца могли по серебряной полосе Луны. Если два свидетеля наблюдали серебряную полосу Луны, они шли к первосвященнику, в Синедрион, и говорили, «Мы видели Возрождение», или «Освящение Луны». Тогда объявлялось начало нового месяца. На вершинах гор возле Елеонской горы разжигались костры. И когда иудеи в Ливане, в Сирии, в Вавилоне, видели дым от костров на горах, они понимали, что наступило начало нового месяца. И если это был праздничный месяц, они понимали, что настало время праздника. Большинство праздников можно распознать по полной Луне. Пасха в полнолунии, праздникущий 15 числа. Это полнолуния. Они соблюдали лунный календарь, а не наш привычный календарь. К чему я это говорю? Сначала идет праздник труп, и только потом, день искупления. Что значит день искупления? А в этот день Бог определил исход духовной судьбы человека. По сей день Иудеи учат тому, что существует три группы людей. В день искупления есть полностью праведные, полностью неправедные и те, кто посередине. Имена полностью праведных будут запечатлены в книге жизни. Те, кто полностью неправеден, должны были в этот день каяться, чтобы их имена были в книге жизни. А если не каются, то идут в погибель. А те, кто сидит сразу на двух стульях, должны определиться с Богом они или нет. А вот что происходило в день искупления. Либо это для тебя день суда, если ты не покаялся, и мы можем приравнять это к скорби. Потому что в книге Откровения мы также видим полностью праведных. Это 144 тысячи. Также в книге Откровения говорится о неправедных, которые так и не раскаялись. Они приняли начертание зверя. Они обрекли себя. Есть те, кто посередине, кому нужно определиться, примут они начертание зверя или нет. Вы понимаете, о чем я? То есть те же три группы людей, которых мы видим в день искупления, мы также видим и в период скорби. Но что будет после скорби? Наступит Тысячелетнее Царство. А это уже праздник Кущей. Потому что праздник Кущей это единственный праздник, который иудеи и язычники могут праздновать вместе. Даже в ранней церкви Куща служили символом Царства. Помните, как Моисей и Илья явились на горе Преображения? Моисей представлял собой тех, кто умер, а Илья представлял тех, кто не умер. Он был захвачен вихре живым, а Моисей умер и был погребен. Итак, две группы. Умершие во Христе, они были представлены Моисеем, и те, кто не умер, но были еще живы до пришествия Господа. Что тогда сказал Петр? «Построим здесь три кущи». Слово «кущи» также означает «скиния». Они верили, что понятия Царства и скиния взаимосвязаны. Итак, по порядку. Сначала праздник Труп, потом День Искупления и праздник Кущей. Если предположить, что Вознесение произойдет в любой период скорби, то мы ставим День Искупления перед праздником Труп. Если я поставлю суды скорби до праздника Труп, то нарушу порядок, установленный Богом. Это Бог установил такой порядок, а не я. Итак, чего нам ожидать? Сначала мы услышим звук Трубы, только потом начнется скорбь. А уже после скорби будет учреждено Царство. Мессия вернется, чтобы править и царствовать вместе со святыми. Я еще раз хочу сказать, что у меня есть хорошие друзья, которые верят не так, как я. Это не влияет на нашу дружбу. Мы не ссоримся по этому поводу. Мы говорим друг другу, что ж, однажды мы это выясним. Иногда я в шутку говорю, я обязательно помашу вам на прощание, когда Бог заберет меня отсюда до скорби. Мы согласились в чем-то не соглашаться. Мы не ссоримся, потому что это не влияет на наше спасение. Поэтому если вы, слушав меня, вы говорите, не уверен, что я верю именно так, ничего страшного. Мы все равно будем служить вам, проповедовать вам Слово Божие, но я верю, что если мы посмотрим праздник Жатвы... Скажу вкратце. Есть Жатва Ичменя, Жатва Пшеницы и Семи Плодов. Ячмень собирают в период Пасхи и Праздника Опресноков. Закваска — это символ греха, Опресники означают «нет греха». Это остаток, который победил. А Жатва Пшеницы — это 144 тысячи. И осенняя Жатва — Жатва Винограда. Это виноградные кисти Божьей ярости. Об этом говорится в Откровении. Итак, три цикла Жатвы. Все это связано с Вознесением Церкви, и затем с Серединой и Концом Скорби. У меня нет сегодня времени говорить обо всем этом. Сегодня вторая часть серии, которую я проповедую здесь, в Тель-Дане. Для меня важно донести до вас следующую мысль. Служите Господу, храните дух покаяния, правильное хождение пред Богом, чтобы, когда Он придет, вы были готовы. Но стройте планы, словно Он еще не скоро придет. И также я хочу сказать вам, что Бог дал нам с вами духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Поэтому оставайтесь в вере, продолжайте любить Бога, и достигайте людей Евангелия. Сейчас вы услышите о нашем особым предложении. А потом я расскажу вам о наших предстоящих служениях в других городах. Да благословит вас Господь! Воздадим Господу славу! Аминь! Слава Богу! Всем привет из моего офиса Международной библейской школы. Я хочу представить вам свои авторские комментарии к Ветхому Завету. Я готовил их на протяжении 10 лет, и вот я держу их в руках, и они уже в продаже. Вы можете уже сейчас их купить. Позвольте поделиться. Это результат 170 тысяч часов моего собственного изучения Писания. Здесь собраны мои заметки за 45 лет. В этой Библии она напечатана в той же цветовой гамме, как и наш Новый Завет, черные чернила на зеленоватом фоне. Комментарии написаны снизу. Комментарии ко всему Ветхому Завету, ко всем 39 книгам. Также есть памятки и более подробные толкования в конце. Например, в разборе книги «Бытие» есть статьи «Иерусалим как центр Эдемского сада». Что насчет таких загадочных существ, как ангелы, исполины и злые духи? Все это есть в этой Библии. А кем был мелкий седек? Когда мы написали комментарии к книге Иова, люди оставляли отзывы, что это одно из самых уникальных, подробных и интересных учений, которые они когда-либо встречали. Конечно же, мы воздаем славу Богу за это. Что я предлагаю сейчас вам сделать? Так это заказать эту Библию, потому что наш тираж всего 39 тысяч штук. А это означает, что только первые 39 тысяч зрителей «Маннафест» успеют приобрести эту уникальную книгу. Еще раз, это 500 тысяч слов комментариев к Библии в переводе короля Иакова, напечатанные на качественной бумаге лучшими чернилами с красивой прошитой обложкой. Мы назвали эту книгу «Учение древнееврейских пророчеств Библии» Пэристоуна, потому что центральным является разбор пророчества, а также вы найдете памятки с переводами древнееврейских слов. Номер заказа вы видите на экране, стоимость книги от 150 долларов. Поверьте, это совсем немного для такой ценной книги и многолетнего опыта, изложенного на ее страницах. Вы останетесь довольны. Вы можете заказать книгу тремя способами. Не упустите свой шанс приобрести эту книгу. Дамы и господа, для меня особенная честь, что мы наконец-то можем вам представить законченную версию комментариев к Ветхому Завету. На составление этой книги у нас ушло 7 лет. Я не трудился над ней каждый день, но бывало проводил по 15 часов за тем, чтобы писать комментарии ко всей Библии. Наши комментарии к Новому Завету вышли давно, а Ветхий Завет только сейчас. Закажите ваш экземпляр. Количество копий ограничено, потому что себестоимость очень дорогая. Лучшая бумага и высшее качество всего. Но самое главное — это содержание, которое поможет вам в изучении Слова Божьего. Я много езжу в разные церкви, и мне часто говорят, «Я не пропускаю ни одну из ваших программ, но не знал, что вы приезжали в наш город». Я сотни раз встречал людей в ресторане, и они удивлялись, что я в их городе. Мы смотрим все ваши программы. Ни одну не пропустили. Почему же вы не знали, что я приезжаю? Не знаем. Они просто переключались сразу после проповеди. Смотрите до конца и узнаете наш график. Первого сентября я буду в церкви «Место исцеления». Все воскресенье. Баттен Руш, штат Луизиана. И шестого сентября в Северной Каролине, в церкви Редленд. На сайте вы найдете больше информации. Девятое сентября. Комьюнити Фэмили Чёрч в Индепенденс, штат Кентукки. И далее сюрприз. Я буду всю субботу и воскресенье в Крайст Темпл Чёрч в Хантингтоне, Западной Вирджинии. 14-15 сентября. Не забудьте регистрироваться на международное служение под шатром у нас в Омега Центр Интернашнл с 1 по 5 октября. Мы приходим на служение, слушаем проповедь слова, звучит призыв к алтарю, мы ездим в прекрасные церкви. И порой я в восторге от служения, хвалы и поклонения. Хвала создает удивительную атмосферу веры и вдохновения, любви Божией и присутствия Святого Духа. Я хочу, чтобы вы понимали, что церковь — это не только проповедь, это поклонение, общение, призыв к алтарю, молитву. Меня вдохновляет то, что люди могут прийти на служение, познакомиться с кем-то и стать друзьями на всю жизнь. Конечно, я не могу вам этого гарантировать, но, бывало, холостые братья и сестры приезжали на наше служение и встречали своих будущих спутников жизни. Они обменивались контактами, созванивались, переписывались. Я не веду счет, сколько образовалось пар, но за все эти годы в турах в Израиль, в собраниях под шатром или в поместных служениях многие пары встретили друг друга. Мужа Божьего нельзя встретиться в баре или продающем наркотик. Чтобы получить принца, не нужно целовать жабу, нужно находиться среди Божьего народа. Поэтому я призываю вас не упускать возможность быть там, где собирается его народ. И в конце программы я обращаюсь к тем, кто еще не принял Господа. Попросите его в молитве войти в вашу жизнь. Поддерживайте с нами связь через наш сайт или через соцсети. На следующей неделе мы поговорим о пророчествах. Будьте благословенны! Перистон приглашает вас присоединиться к нему в туре по Израилю. Вы можете посетить город Петра в Иордании. Всю информацию вы можете получить по телефону, указанному на экране, либо на нашем веб-сайте. Места ограничены. Звоните прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин